До 1 июля 2016 года субъекты должны привести в соответствие с федеральным законодательством региональные законы о государственно-частном партнерстве. В Нинецком округе закон о ГЧП был принят в 2011 году. Сейчас он дорабатывается и приводится в соответствии с федеральным законом. Подробнее о государственно-частном партнерстве в новостях экономики нам рассказала заместитель начальника управления экономического развития Департамента финансов и экономики Нинецкого округа Анна Нелюбина. Какова необходимость развития государственно-частного партнерства и почему возник этот институт наряду с коммерческой концессией и наряду с торгами? Обычно порядок торгов не всегда позволяет включать соглашения, условия, связанные с возражением как на частного партнера определенных видов обязательств, так и на государство. Не всегда государство может на себя принять такие обязательства. Первой ласточкой стала коммерческая концессия, которая по сути является видом государственно-частного партнерства, но сегодня на нормативном уровне коммерческая концессия и государственно-частное партнерство разделены. Они имеют самостоятельное правовое регулирование, соответственно, нормы закона о государственно-частном партнерстве не могут применяться к соглашениям о коммерческой концессии. Существенное различие главным образом в том, что объекты, которые могут передаваться по концессионным соглашениям, как правило, не могут находиться в частной собственности, и поэтому они могут передаваться концессионеру только в пользование. С определенными обязательствами, как то оказание социальных услуг, модернизация переданных объектов, но по стечении определенного времени они должны быть переданы в собственности государства или должны быть выкуплены концидентом, что, соответственно, отражается сроки цена или порядок определения такой цены должны быть отражены в концессионном соглашении. Государственное частное партнерство, в свою очередь, позволяет передавать частному партнеру объекты, которые могут находиться в частной собственности. Соответственно, частный партнер имеет больше гарантий для защиты своих интересов в последующем реализации такого соглашения. С другой стороны, частный партнер имеет больше возможностей по использованию передаваемого имущества, в том числе, что особенно было важно, являлось одним из важных моментов разработки именно государственного частного партнерства, как отдельного института от концессии, может передавать такое имущество в залог, соответственно, оформлять кредит под это имущество. Отсюда присутствует разница между объектами, которые могут передаваться в концессию, и объектами, которые могут передаваться в государственное частное партнерство. Частично эти категории объектов совпадают, но, например, если возьмем метрополитен, он не может находиться в частной собственности. Поэтому возможна передача метрополитена, например, концессионеру, но никогда невозможно частному партнеру. То же самое касается объектов, связанных с производством передачи и распределением тепловой энергии, теплосети. Можно передать по концессии, но нельзя передать собственность частного партнера. Хотя в принципе соглашение ГЧП может предусматривать такой вариант, когда объект имущества после окончания срока использования частным партнером опять же возвращается государству. Это тоже возможно. Но надо учитывать, что если в ходе реализации соглашения, допустим, право по обеспечению было реализовано и объект имущества просто ушел в банку, в результате, если какие-то обязательства частного партнера. Если партнеры не были выполнены, а объект находился в залоге, то и передавать будет нечего. Кроме того, отличается круг участников. Тех, кто может принимать участие в консессионных соглашениях и тех лиц, кто может принимать участие в заключении соглашения ГЧП. Требования к участникам государственно-частного партнерства со стороны частного партнера являются более строгими. Цель законодателя, в общем-то, исключить участие государства полностью на стороне частного партнера и тех организаций, которые государство может контролировать. Не могут являться частным партнером, в отличие от концессии, государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, бюджетные учреждения, общества и товарищества, созданные государством, а также дочерние общества, созданные такими обществами. То есть государство максимально отстранено от стороны частного партнера, но должно выступать со стороны публичного партнера. Со стороны публичного партнера на уровне Ненецкого автономного округа выступает сам округ в лице высшего органа исполнительной власти, то есть администрации Ненецкого автономного округа, либо органов исполнительной власти, уполномоченных на реализацию конкретных видов государственно-частных соглашений. Среди успешных мировых проектов, реализованных на условиях ГЧП, это строительство тоннеля под Ла-Маншем. В России среди таких объектов можно считать передачу объектов коммунальной сферы здравоохранения, когда, например, на базе заброшенной поликлиники частное лицо открывает платную клинику, но в рамках соглашения обязуется определенному кругу лиц оказывать бесплатную медпомощь. Среди успешных проектов и передачи объектов туристического обслуживания.